Средняя Азия – историко-географический регион Евразии на западе Центральной Азии. Средняя Азия имеет несколько определений. В современном политико-географическом отношении Средняя Азия – общие названия для следующих государств. Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан. В физико-географическом и климатологическом отношении – это часть Центральной Азии, входившая в состав Российской империи и СССР. В ее состав входят плато Устюрт, Туранская низменность, Тургайское плато, Казахский мелкосопочник и частично горы – Капиддак, Памир-Алай, Тяньшань, Джунгарский Алатау, Саур-Тар-Багатай. Сюда относятся Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан. В СССР существовал Среднеазиатский экономический район, который включал в себя Киргизскую, Таджикскую, Туркменскую и Узбекскую советские социалистические республики. Природа Средней Азии определяется прежде всего засушливостью климата. Большая часть территории занята пустынями и полупустынями. С точки зрения климатологии в Средней Азии можно выделить четыре пояса. Северный с суровыми снежными зимами и теплым, но довольно дождливым летом. Максимум осадков выпадает летом. В растительном плане это сухие степи и полупустыни. Средние с довольно морозными, но малоснежными зимами и сухим жарким летом. Максимум осадков выпадает в феврале-марте. Растительность. Северная и средняя пустыни. На юге пояса массивы черно-саксоуловых лесов. Южный с теплой и мягкой субтропической зимой. Дождливой весной и очень жарким сухим летом. Максимум осадков апреля-мая. Растительность. Южной эфемероидной пустыни. В песках местами массивы белосаксоуловых лесов. Горный Таджикистан. Киргизия. В Средней Азии протекает около 12 тысяч рек. Свыше 10 тысяч рек протекает в горных районах. Только крупные реки пересекают пустынные территории. Главные реки в Средней Азии. Амударья и Сардарья. Впадающие в Аральское море. Реки распределены по территории Средней Азии неравномерно. На равнинах, занимающих почти 70% ее территории, мало водоемов и рек. В горах и предгорьях густота речной сети довольно большая. Такое неравномерное распределение текучих вод обусловлено особенностями климата и строением рельефа. Истоки многих больших и малых рек Средней Азии расположены высоко в горах. Они являются основным источником питания рек, озер, водохранилища каналов. Таким образом, горы являются местом накопления водных ресурсов равнины, местом, где вода расходуется и спаряется. Это является одной из важнейших гидрологических особенностей Средней Азии. В Средней Азии озер сравнительно мало. Среди них самые большие Аральское озеро – Исыкуль, Балхаш, Каракуль. По образованию котловина они являются тектоническими озерами. Большие и малые озера расположены в долинах, дельтах и поймах рек. Есть озерообразованные за счет сбрасывания вод, такие как Арнасай и Айдаркуль. Население. Общая численность населения пяти стран Средней Азии – 68,4 миллиона человек. Основная часть населения – представители тюркских народов, которые разговаривают на тюркских языках. Это узбеки, казахи, киргизы, туркмены, каракалпаки. Таджики являются представителями иранских народов и разговаривают на таджикском языке и его диалектах. Имеются также эмигрировавшие в дореволюционные советские периоды народы, самые многочисленные из них – русские уйгуры, дунгани, украинцы, татары, корейцы, немцы, армяне и другие национальности. Коренными жителями Средней Азии являются казахи, каракалпаки, киргизы, среднеазиатские арабы, среднеазиатские персы, таджики, туркмены, узбеки, памирские народы, бухарские евреи. Основная часть узбеков, таджиков, персов и бухарских евреев вели оседлый образ жизни, строили города, развивали науку и культуру, осваивали орошаемое земледелие, образовывали оазисы. Основная часть казахов, каракалпаков, киргизов и туркмен была связана со скотоводством, и поэтому в отличие от узбеков, таджиков и персов вела кочевой или полукочевой образ жизни. В настоящее время все эти народы оседлые. Основную часть религиозного состава Средней Азии составляет ислам. В основном распространен ислам ханафитского масхаба с уницкого направления. Последователями данного масхаба являются казахи, каракалпаки, киргизы, туркмены, основная часть таджиков и узбеки. В меньшей степени распространены шиитские масхабы, шииты и снашариты в основном среднеазиатские иранцы и часть таджиков, шииты и смаиеты представители помирских народов. Второй по численности верующих религии является христианство. Из направлений христианства в основном распространено православие, которое является основной религией для проживающих здесь русских, украинцев и белорусов. В меньшей степени распространено католики, протестанты и различные христианские течения и малые церкви. Имеется небольшая численность последователей буддизма, индуизма и бахаизма. Иудаизм распространен среди бухарских евреев и собственно евреев. Зороастризм в основном распространен среди помирских народов. В домонгольский период на территории Средней Азии проживало 0,1% населения земли, ныне менее 1% от мирового населения. Из-за географического положения Средней Азии, расположенной большей частью в пустынной и полупустынной зонах, население издавна приспособилось жить в долинах, ближе к источникам вод, на побережьях рек. В оазисах кочевые и полукочевые народы проживали также в степях. История Гегель использует термин Меттеласиен для обозначения области, населенной монголами. Термин «Средняя Азия» зафиксирован в трудах истории С.М. Соловьева, под которым понимается степной географический регион к юго-востоку от Русской равнины и востоку от Каспийского моря. В древности в Средней Азии существовали довольно крупные государства в от 7 до 5 В.В. до Н.Э. В долине Заравшина существовало государство Сагдиана, в среднем течении Амудария – Бактрия, в нижнем ее течении – Хорезм. В долине Мургаба – Маргиана первые сведения о Средней Азии встречаются в трудах Геродота, Страбона, Ариана, Птолемея и других хозяйства. В экономике Средней Азии доминирует сельское хозяйство и добыча полезных ископаемых. На реках Нарына и Вахше развита гидроэнергетика. Благодаря долгому жаркому лету распространены бахчеводство, садоводство, хлопководство, шелководство. На пастбищах разводят овец, коров, лошадей и верблюдов. В горах разводят яков. На севере Казахстана развито выращивание зерновых культур. Из полезных ископаемых наиболее важной нефти и природный газ имеются также запасы род черных цветных, благородных металлов, урана, ртути, сурьмы. Транспорт железнодорожной линии соединяют страны Средней Азии друг с другом и с Россией. Определенное значение имеет судоходство на Каспийском море, а также по рекам Амударье и Сардарье. С юга и востока Средняя Азия ограничена горами, поэтому сообщение с Ираном, Афганистаном и Китаем затруднено. Отсутствуют удобные связи с Пакистаном и Индией. Нет выхода к Индийскому океану. В 1991 году было осуществлено железнодорожное соединение Афганистана с Узбекистаном Термис Хайратон Мазари Шариф. В будущем будет предполагаться также создать соединение Китая с Киргизией и Узбекистаном. В 1996 году было создано железнодорожное соединение Туркмении и с Ираном. Серьезную проблему для прямого железнодорожного сообщения представляет различие колеи. Существуют также обширные планы строительства автомобильных дорог для улучшения связи с сопредельными государствами.